Мы тогда объедались модой, как пирожными. Вы не будете мне давать подсказку, правильно я отгадываю эти фотографии или нет? Это было невероятное время, когда мы ходили на балы, очень веселились. По одежде можно год вспомнить. Я там потеряла свое обручальное кольцо Харри Винстона. Она сказала, а почему ты своей мамой одежду не носишь? Всем привет! Я Илла в столе. Сегодня я буду комментировать светскую хронику Татлер. Так, начнем с фотографии, где я на вечеринке в Париже. Очень удивленный взгляд у меня. Я, наверное, очень рада, что я стою рядом с Кейтмос и Марпесой. Знакомы с Марпесой мы давно, с Кейтмос только познакомились в этот день. Это Fashion Week, вечеринка Карен Ротфельд, 2014 год. Это было невероятное время, когда мы ходили на балы, очень веселились. Сейчас уже такое редко бывает, а может и не бывает вовсе. Следующая фотография – это я с ребенком на Космоску. Я одета Кэрол Барроу, такая английская художница. Она начала с того, что она изначально художник, и потом свои принты нарисовала на своих кожаных куртках, а потом у нее получилась своя коллекция. Я не знаю, существует ли этот бренд по сей день, но кофточку я обожаю до сих пор, она актуальна. Это год 2016. Моей дочке сейчас 13,5, она уже метр 70, а здесь она еще совсем малышка. Она у нее на руках, да. К Космоску мы пришли а-ля любители искусства. Так, следующая фотография. Я с Натальей Туровниковой на дне рождения Снежаны Георгиевой. В платье Сон Лоран, а Наталья в платье Миуми. Это был 2016 год. Вот это фото я и они Тагиговска. Где это было, я не помню. Мне так кажется. Вы не будете мне давать подсказку, правильно я отгадываю, что играть или нет? А, вот. Вот этот праздник запомнился особенно. Это был Тадлер Бал 2016 год. Ой, господи. Мы тогда объедались модой, как пирожными. В то время меня интересовала мода не как одежда, а как явление. Все вместе, наверное, искусство, архитектура и мода. Это как-то все вместе работало. Но в каком-то моменте, мне кажется, в году 2017 она стала вездесущей, вседоступна, что вот эти тенденции Инстаграма, мы все время выкладывали все. И как будто объелись пироженами. И мне кажется, уже в году 2018 интерес не только у меня немножко спал, а очень многих. А вот как раз вот эта невероятная фотография. Да, это кутюр альтомоды в Неаполе. Скучаю по тем временам. Было просто вау. Это с моего дня рождения. Дор 19, год 2014, наверное. Я там потеряла свое обручальное кольцо Харри Винстон. Очень большое и мною любимое. Но при этом как-то не сильно расстроилась. Так, это платье Дольче Габбана. Во Франции в Капфера были такие вечеринки. Бал де флёр. Бал цветов. Каждый год. Это был август, мне кажется. И все русские с побережья. И очень много, кстати, иностранцев приходили на виллу Ротшильда. На самом деле мы еще такие ходили. Опять праздник какой-то. Бал де флёр. Очередный праздник. Вот сейчас мы попасть на этот праздник. На самом деле. Ой, это обожаю. Это было недавно. Эрмес делали вечеринку. У них там были все одеты в животных. И они делали такой сказочный лес. У меня одета Мар Джейкобс. И рядом со мной сидит зайчик и волк. Так вот, вернемся к этой фотографии. Я тут похожа на какую-то латгальскую принцессу. В платье Валентина. Я тогда была только в самом начале покупок всех этих платьев. Роскошных. Моей дочери сейчас 13 лет. И я много лет подумала, что одежду, которую я бережно храню, как бы, те же какие-то кутюры. И очень редкие красивые платья а-ля Валентина. Которые вот здесь со съемки. Но у меня точно такое же есть, что когда-нибудь оденет моя дочь. И совершенно недавно я предложила очень красивые вещи. А мы с ней практически одного размера. Она сказала, почему ты своей мамой одежду не носишь? Поэтому развеяло весь миф, что одежда это как бы инвестиция. Это совершенно не инвестиция. Это инвестиция в наши воспоминания. А то и вот красивые буржуазные жизни из двухтысячных. А, кстати, у меня многие кутюрные платья для Чигабана были в Момо-музее. На выставке. Ну, вот я не знаю, как это рассматривать, если это как инвестиция. Вряд ли. Мода, она очень сильно изменилась. И, я думаю, Инстаграм и соцсети тоже повлияли. Потому что, например, раньше, если какая-то французская бабушка хотела купить термес, или женщина, или Луи Войтон, они собирали эти деньги. Шли, покупали эту сумочку, или там шарфик, платочек. И они как бы бережно это хоронили. И передавали это изрубленной. Как бы дочке, внучке и так далее. То сейчас, мне кажется, это все гораздо упростилось. Тут же Инстаграм, я когда хочу купить какую-то вещь. Я вижу, что это уже у многих. Уже как бы и потреблять так не хочется. А хочется больше путешествовать. И получать чуть-чуть другие эмоции, что ли. Не от покупки, а от путешествий. В Интаж я больше не покупаю. Не знаю, почему. Мне не хочется старую одежду. Хотя я обожала раньше старую одежду. Вот, наверное, у меня не было возможностей. И там, когда мне было в 13 лет, и не было бутиков в моей стране, они появились лет через 5. В 90-м каком-то, 5-м, 7-м. Бренды я смотрела в журналах. Блючи Габан и так далее. В секонд-хендах я могла там что-то классное найти. Потом стала покупать по чуть-чуть какие-то там классные вещи. А сейчас мне это вообще не интересно. Во-первых, они все разваливаются. И сейчас настолько классное качество большинства вещей, любимых моих, которые я ношу чаще всего, это саналарант. Это очень будет реальный. И просто вот это моя любимая сумка. Она супер винтажная. Я купила ее на Балашинке и потом отреставрировала в году в 98-м. Я не очень люблю сумки. Я предпочитаю ли рюкзак или клатч. А в последнее время с Apple Pay и со всеми этими историями в руке бывает вообще только телефон. Кроссовки, да, обожаю. 50% времени я хожу в кроссовках. Не какие-то супер-баленсиаги или реветман. У меня ребенок носит эти все фирменные кроссовки. Они не очень удобные. Татлер-бал. У меня уже приготовлено два платья. Делайте два дня. Буду два дня. Шикарно. Одно на Чигабан, а другое Диор. Всем пока и увидимся на страницах Татлера. Субтитры сделал DimaTorzok